Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв. Доллар США удерживается на максимальных отметках в надежде на менее агрессивное снижение ставок ФРС. Трейдеры ждут выступления Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. Пожалуй, это станет самым важным событием недели, от которого будет зависеть спрос на доллар вплоть до заседания ФРС 31 июля. Пауэлл должен прояснить позицию регулятора в отношении денежно-кредитной политики, по крайней мере, на это рассчитывает рынок. Сильные данные по занятости внесли диссонанс в ожидания по поводу резкого снижения ставки в этом месяце. На сегодня не запланировано никаких важных экономических отчетов из США, поэтому американская валюта, скорее всего, продолжит удерживать завоеванные ранее позиции. На утренней сессии индекс доллара в корзине главных конкурентов торговался ростом около трехнедельного максимума на отметке 97.44. Судя по движению доллара, трейдеры не готовы к негативным комментариям Пауэлла. Они надеются, что более хорошие данные о занятости позволят Центробанку отложить снижение ставок до сентября. Бычий сценарий предполагает подъем индекса доллара к уровню в 98 пунктов. Доллар США умеренно дорожает и по отношению к японской иене, тогда как в понедельник пара демонстрировала негативную динамику. Сегодня котировки продвигаются к уровню в 109 пунктов. Если завтрашнее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе будет оценено рынком как позитивное, то пара доллар-иена вполне может проверить на прочность очередную круглую отметку. На данный момент активность покупателей остается слабой. Рассчитывать на рост можно при значительном улучшении торговых отношений между США и Китаем. Это уменьшит спрос на защитные активы. Индекс делового доверия в Австралии резко упал в июне после майского роста. Снижение было зафиксировано по всем отраслям. Австралийский доллар повторил движение показателя, опустившись до отметки 0.6944 в связке с американской валютой. Есть риск снижения пары австралийский доллар против американского до уровня 0.6900. Позиции австралийца зависят и от силы доллара США. Кроме выступления Пауэлла, в среду будет опубликован протокол июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.